Здарова, здарова! Сегодня с тобой Анатолий Жарпаркун и Олег. Чё сегодня будет? Вот печка медведь, которая мне чрезвычайно понравилась. Я уже два ролика снял с техническим обзором, как она выглядит. Чё сегодня будет? Сегодня мы её будем топить, будем снимать параметры всякие и пытаться её залить. Олегу слово он расскажет, какие нововведения, что к чему произошло, а я в это время буду растапливать. Ну, засечём время. Сейчас у нас 9 утра, 35 минут. Ну, где-то через час, через полтора сюда зайдём. Олег, тебе слово, а я буду топить. Ну, здесь представлена печь модели Berti Grand 30-ая. Вот, значит, модель закрытой каменьки, модель с экономатером. Общая масса камней здесь около 300 килограмм засыпана. Модель закрытой каменьки. В закрытой каменьке установлена паровая пушка с парогенератором. А это паровая пушка или рассекатель? Там внутри что-нибудь есть? Или это просто подача воды на разные уровни? Нет, это не подача воды, это паровая пушка с парогенератором. То есть, внутри там, что-то генератор вырабатывает пар и потом подаёт уже на трубки, которые подают пар, разогретый, на камне, в самые горячие точки. Вот, паровая пушка, она здесь тестируется, будет дорабатываться. В принципе, планируется по паровой пушке еще такая, такая вещь. То есть, мы будем, она будет двухрежимная. Пар будет подаваться пираметой. И пар свыше там 100 градусов, это пар, который пойдет на ароматерапию. Можно, значит, поставить контейнер с ароматерапией будет. Или на веники-запарник. То есть, будет такой ящик, куда устанавливаются веники. Там создаются, значит, влажные среды, а там порядка 6 градусов подаётся пар и веник. И ждёт своего хозяина, когда надо, вы его взяли, попарились. Потом обратно поставили. То есть, очень удобная такая штука. Мы, как и всё, у нас в скором риме. Ну, так же экономайзеры мы тоже не показывали. Сейчас мы оставим выпускать такие вот экономайзеры, которые закрывают первый метр трубой. Салтовлено 70 сантиметров. Скажи, пожалуйста, а марка чугуна, толщина, марка нержавейки, толщина? Марка чугуна, из ЧИИ-20. Толщина от 8 миллиметров до 3,5-4 сантиметра. У нас нет такого, чтобы она была определённой толщины. Я просто схожу по весу. Вес только чугунного агрегата, самолетовый, способствую. Офигеть! Всё, смотрите. Ну, вы видели, наверное, сколько здесь дров лежало. Вот, практически всё влезло. Всё растопилось с одной, с одного чёртвания зажигалкой. Расскажи, пожалуйста, про органы управления. Ну, здесь очень простые органы управления. Верхняя – это подача воздуха на стекло, чтобы оно не коптилось. И также подача верхней части в топке для горения сверху. И нижняя – это регулировка подачи через колосьник. Так, а на какую кубатуру рассчитано всё это? Ну, это рассчитано печь. Она идёт где-то от 18 до 35 кубов. То есть, вот здесь парная у нас 24-25 кубов. Ну, так как здесь две печки стоит. Вот, медведь, здесь основная печь. То есть, она протапливает всю эту парную. Готовит к приходу гостей. То есть, это вот основная печь, которая несёт на себя всю нагрузку именно для подготовки подной. То есть, она готовит, она основная в этой парне. Так, я помню, у тебя были разные модификации этой печи. Кожух был, потом вроде тальк и сетка. Или у меня уже… Да, сетчатый кожух у нас. Два вида сетчатого кожуха. Это ковка и нержавеющая. Нержавеющая сетка, такая хайкет, как называется. Вот здесь представлено, где в лесу кожух. И также облицовки талькомагнезит, змеевик. Вот, это у нас тоже есть такие вещи. Что мне сразу понравилось, что сюда можно огромное поленье забрасывать. Это однозначно. Даже не колото. Ну, у вас вопрос будет, почему сразу, да, вот две печки стоит. На этот вопрос ответим в следующем видео, который посвящён будет обзору этой парной. Просто эта печь классическая. Для людей, которые вот считают, что русская баня должна быть закрытой каменкой и всё такое. А эта печь не классическая. Эта печь напрямую фигачит в камне. Вот, поэтому эта для одних любителей её топить очень долго. А эта для других, которым надо… Приехал на дачу, растопил, через час-полтора зашёл и всё отлично. Поэтому здесь два домохода. Так никогда не делайте. Вот это вот не надо делать, это я сразу вам говорю. Не обращайтесь тут внимания. Здесь всё по определённым причинам сделано. Ну и вот… Вот это вот вы видели на выставке, а вот это вот вы на выставке не видели. Я тоже не видел, что там внутри. Снимать даже не буду, потому что там вот эта вот штука некая ноу-хау. Вот. Камни внутри жидеид. Ну а здесь тальк. Всё, время засекли, огонь пошёл. Всё, разгорелось. То есть ролика о том, как правильно топить печь «Медведь» не будет явно. Всё, не так правильно топится. 9.41. Всё, дальше вернёмся, когда всё будет готово. 11.20. Мы просто вот сейчас снимали обзор парной, поэтому немножко по времени не уложились. Но с другой стороны у нас есть агрегат, пистолет, померить температуру. Померить температуру, давайте. Так, ну давайте начнём с внешней каменки. О, 107. Внешняя каменка. 140, 145. Ну, в общем, для пара густапсового. А вот что тут вот? Да, про ручку как бы много вопросов было. Все хотят деревянную, но я показываю, что... Тебе веры нету, ты производитель. Вера есть только мне. Ну давай. Ну вот я схватил... А, надо было так... Там куски кожи. Вот она и курочка горячая. Да нет, всё нормально. Открываем. Удобно открывать и ковшом, и рукой. Вот, а теперь закрытая. Сейчас он не устроится. Вот, 200, охренее, 90. 280. Там что, красная? Не, это я думал, красные камни даже не надо. Давай ещё разок. Давайте ещё разок. Ну, 270. 280. Не, это я думаю больше будет. Ну, если туда заглянуть, просто там жар такой хороший. Ух, не жарко. Жарко. Сейчас оттуда. Ну вот, 300. Вот. 340. Я думаю, там ещё больше будет. Который поближе к дымоходу. Давай камни на дымоходе померяем. Я думаю, 110, 120, 160, 130. Ну, 120. Так. Ну, выйдет у нас температура на дымоходе померить, не выйдет, не знаю, но она будет здесь. Да, давай даже не будем мерить, не будем. Смысла нету, потому что дымоход не герметизированный. И подсос воздуха. Прямо 90, вот первое. Нет, всё равно больше, чем есть на самом деле, потому что, видите, вот, не герметизировано. Ну, тут и там подсос воздуха, там может быть пламя, поэтому обязательно дымоходы герметизируйте, если это не с раструбом сделано дымоходы. Так, давай кожух померяем. Тоже же интересно. Сначала рукой. Пшо! Да нет, ну, горячая, но держусь. Так, сейчас включится. Нормально. Нужная часть... Холодно. Ну, нет. Ну, что ж, перейдем к научным процедурам. Первое. Сейчас открыта дверь, чтобы телефон не сдох. То есть вот съемка идет с открытой двери Я более чем уверен, что пара мы не увидим из закрытой каменки Камни очень хорошо нагрелись У меня только вопрос возникает По идее было бы хорошо черпать Кстати, у нас сегодня измерительные приборы Вот самый четкий измерительный прибор Ковш, Руста По идее было бы хорошо вот отсюда что-то черпануть И вот сюда вот, чтобы каменка была здесь закрыта Но она сзади Вопрос к производителю, который за кадром Олег, почему так? Ну это опытный образец модели Она переделывалась из модели с удлиненным туннелем А так да, когда они пойдут в серию Каменка будет находиться Вот здесь А дымоход будет находиться сзади Будет все перевернуто Ну че, круть Итак Ковш вот этот на 4 литра Вот этот не знаю на сколько Посмотрим, сколько воды печь сможет Переварить в легкий пар Прежде чем зальется А может и не зальется Не знаю Может все съест и вообще все отлично будет Конечно рискую с вами здоровьем Значит время сейчас у нас 11.32 Здесь было две подачи дров Одна большая, другая небольшая Что видим Стекло не закопченное Все нормально Тут тепло в бане Термометров, гигрометров тут еще не купили Поэтому их нету Температуру сказать не могу То, что мы увидели по температуре Все стандартно Холодные камни верхние Но они в терминологии парич Холодные называются То есть такой густапсовый собачий пар Для кому нужно для того Кому нужно именно вот Чтобы обожгло хорошо Вот чтобы пробило Ну и судя по тому Что 300 с гаком градусов Закрытой каменки Это только те камни До которых смог добраться луч лазера Если бы у нас была термопара И мы бы воткнули ее внутрь То было бы намного круче температуры Ну вот это я все по чесноку рассказываю Чтобы не говорили Ой там 100, температура 120, температура 300 А там бывает по 500 градусов До 500 мы могли бы добраться Была бы пара Термопара Дальше Наверное начнем вот с этих камней Покажу видимый пар Отсюда тоже будет видимый А вот отсюда будет невидимый Как мне кажется Сейчас проверим мои теоретические выкладки Начинаем лыть Ну видите Пар Вода кипит на камнях Ну это стандартно Давайте тут посмотрим Тоже видимый пар Медленно вода превращается в пар То есть это вот для тех Кому вот жестью нагнать А теперь для любителей русской бани Не для сталеваров Ковшом удобнейшая вещь Открываем дверцу И я сейчас увидели там пушка Есть Буду подавать пушку Сам наверное буду прогибаться Как я и говорил Пара видимого Вы не увидите Потому что там Хорошо прогретые камни Фар Невидимый Третий Я уже сейчас нагнал парку Ну сами видите Но это еще только начало Конечно Ковш русской Это офигительно Для Бани Для русской Но Я человек Не русский Блин У меня даже Даже сквозь шапку Голову На это самое Напекло Фу Сейчас это будет Совсем эксперимент Экспериментальнейший Один раз живем Беру большой ковш Промахнулся Вот отсюда Пар пошел А так Там за спиной Невидимый Но Сейчас-то я не буду Промахиваться На такой вот ковш Сколько Не написано Интехпром Два литра Двухлитровый Еще ковш То есть Тотально у нас Здесь 6 литров Смотрите Что вы сейчас Видите И слышите Вы не слышите Бурление Значит Все что я вылил Сейчас уже До этого Уже превратилось В пар Вот когда бурлить Начнет Значит уже Подзаливаем Ну что Смертельный пир Если помру С ожогами Скажите Что я всегда Был единоросом Чуть-чуть осталось 11.43 Мало того Что Печка выбила Мне телефон Ну там Защита Перенагрева Ну телефон На который Я снимаю Все Она еще Меня заставила Приседать Я отомщу Конечно Сейчас Мы что Сделаем Проверим Как быстро Восстанавливается Закрытая Каменка Обычно Перерыв В парениях Ну если Брать Коммерческую Баню Там Ну 15-20 Минут На восстановление То что Я увидел Вот 4 литра Она Сожрала Спокойно Вот то что Было Ковшами Руста Это Уже был Переборчик Небольшой То есть 4 литра Она съедает И у меня вопрос К печи Крошка Через 20 минут Дашь мне То же самое С 4 литрами Или Задохнешься Проверим Время Засекли 11 Пусть будет Даже 45 Дам тебе Минуту Форы 11.56 Время еще есть Хочу показать вам Как горит огонь Первое что видим Стекло Чистое Дальше Смотрите Вверх Самая горячая Точка У языков Пламени Это Самый Верх И самый Верх Грамотно Охватывает В закрытую Каменку Так Что мне еще Нравится Защита От идиотов От тех Кто открывает Зольный ящик На всю Ивановскую Когда топит Печку То есть Здесь Вот она Регулировка Все Максимум Дальше Вот эта Регулировка Стекла Чтобы оно Было чистое Ну Подача воздуха На стекло И здесь Все так же есть Проверим Ручку Нормально Не горячая Вот держу Не шкварчит Тепленькая Все Прозрачно И Обратите Внимание Вот это Оребрение Оно Как раз Дает Вот это Красивое Огорение По стеночкам Топки Все В общем То Как надо Я бы К чему Придирался Вот Единственное К чему Придрался Это Вот Где Почему Закрытая Каменка Не здесь Но это Повторю Опытный Образец Первая Печь Без Канала Ну Что Ждем Дальше И Продолжим Тестирование На восстановление Пищи После Четырех Литров Воды 12.01 Печка Злая Как Медведь Поэтому 20 минут Я не дал Держаться 16 Я сам Недобрый Чувачок Давайте Тестировать Дальше Четырех Литровая Водейка Сейчас Мы ее Датрою Накладучим Теплой Водичкой Нормально Пойдет Не будете Говорить Что там Это Что-то Не то Я сделал Так Восстановилась Она За 16 Минут Или нет Ох Боязно К ней Подходить Злющая Ребят Я бы вам Не рекомендовал Делать Те опыта Которые Я делал Я просто Матерый Человек И мне Себя Давно Не жалко Для нашего Дела Банного Но Ковшечками Ковшечками Вот по чуть Чуть Вот так Вот Ну же Красиво Вот Вот так Правильно А как Я сейчас Буду Делать Неправильно Но Молитесь За мою Усопшую Душу Если что О Поперла 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 Ну я вовремя Спрятался От нее Вовремя Ну что Можно сказать 4 литра Сначала Вы увидели Клубы Пара Это связано С тем Что часть Водички Я немножко На камни Пролил Это все таки Опасное дело На открытое Вторая вещь Мы немного Настя же Раскрытой Дверью Снимаем Ну а третья Можно камеру Вот прошло там 10 секунд Давайте просто Послушаем Бурлит она Или нет Нет Не бурлит Значит Восстановилась Фух Не могу Держи дальше Я выйду Давайте Вот Впечатление Пора Обожраться Злая Такая Прямо Реально Название Медведь в точку И придумали Быстро Восстанавливается То есть За Сколько там Ну грубо говоря За 20 минут 8 литров Это охренеть Стекло Не коптится Увидите Эту печку В продаже Точно берите Рекомендую Пара Выше крыша Любого Вещь Вот прям Запомните Все ссылки Снизу Эко камин Печка Медведь Медведь